Добрый день, меня зовут Данила Эмма Суреновна, я студентка 4 курса лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного медицинского университета. Тема моей работы – варианты деградации предстательной железы, клинический опыт и разработка профилактической программы. По данным специалистов Американского онкологического общества, помимо рака кожи, рак простаты – это самый распространенный вид рака у американских мужчин. В США на 2020 год первичная заболеваемость составляла около 200 тысяч новых случаев. При этом абсолютная величина смертности достигала 30 тысяч случаев. Оценка риска возникновения рака простаты с помощью статистических методов позволяет утверждать, что он будет диагностирован примерно у одного мужчины из 9 в течение жизни. При этом необходимо отметить, что 5-летняя относительная выживаемость при раке простаты достаточно высока по сравнению с другими видами рака и составляет 98% для мужского населения США. И если в США уровень заболеваемости и смертности относительно стабилен, то в Российской Федерации ситуация постоянно ухудшается. Темп ежегодного прироста показателей смертности составляет за последние 10 лет 2,64%. Линии профилактики необходимо формировать по модифицированным факторам риска и начинать их реализацию как можно раньше. Целью нашего исследования является разработка комплексного подхода к профилактике аденомы и рака предстательной железы, опираясь на характеристики метаболических и неврологических нарушений пациентов клиники Ростовского государственного медицинского университета. Формат исследования – комплексное, проспективное, рандомизированное, простое сравнительное изучение различных групп урологических пациентов с использованием основных оценочных критериев. За период с 2013 по 2019 годы было обследовано в общей сложности 333 пациента. Они представлены несвязанными группами, которые отражали условную последовательность деградации предстательной железы вплоть до формирования ракопростаты. Последствия нарушения качества и количества питания анализировались на выборке мужчин, состоящих из 78 человек, страдающих сахарным диабетом 2 типа. Средний возраст по выборке составил 53 года. Указанный контингент был выбран в связи с тем, что именно эта патология характеризуется наибольшей вариативностью антропометрических параметров. У всех пациентов были оценены основные антропометрические данные, уровень тестостерона, симптомы эректильной дисфункции и андрогенного дефицита при помощи опросников МИФ5 и АМС. Для оценки инсулинрезистентности использовали индекс ХОМА. Фактор риска, связанный с образом жизни, приводящий к нарушению локальной гемодинамики, был верифицирован при обследовании 52 пациентов с хроническим простатитом или синдромом хронической тазовой боли. Средний возраст по выборке составил 44 года. У всех пациентов определялась скорость артериального интропростатического кровотока и субъективная оценка клинического состояния при помощи анкетирования и на фоне приема медикаментозных препаратов, включающих альфа-1 адреноблокаторы и нестероидные противовоспалительные средства, а также дополнительной физиотерапии. Для верификации фактора риска, связанного с нейрорегуляцией, опосредующей психосоматические особенности пациентов, было обследовано 83 человека с доброкачественной гиперплазией простаты и имеющих гипертонус уретрального сфинктра после выполнения оперативного лечения. Средний возраст по выборке составил 65 лет. Была проведена медикаментозная терапия, соответственно установленным уродинамическим паттерном с последующим анализом медицинской эффективности. Для анализа факторов, которые приводили к переохлаждению, перегреву или изменению микробного состава мочеполовой сферы, было обследовано 120 пациентов, подвергнутых радикальной простатоктонии. Средний возраст по выборке составил 58 лет. У всех пациентов исследовались послеоперационные гистологические препараты пристательной железы. В первой группе отмечался стеноз визикоуритрального анастомоза, а во второй группе развитие структуры не отмечалось. Статистический анализ проведен методами непараметрической статистики. Что касается результатов. Эректильная дисфункция отрицательно и значимо коррелировала с уровнем сывороточного тестостерона. Линейное моделирование изменений антропометрического параметра в группах с различным уровнем сывороточного тестостерона позволило определить ориентировочные границы так называемого коридора здоровья. И он составил 15 наномоль на литр и выше для сывороточного тестостерона и 90 сантиметров и ниже для окружности талии. При нахождении в этих параметрах возможно полноценное осуществление репродуктивной функции или двигательной активности мышц малого таза и нижних конечностей. То есть обеспечение максимального кровотока в сосудистых сплесениях предстательной железы. Десятикратное минутное воздействие на предстательную железу в течение месяца было достаточно для двукратного уменьшения интенсивности основного симптомокомплекса хронического простатита или синдрома хронической тазовой боли и полного исчезновения жалоб на качество жизни и абструктивные симптомы. При отсутствии соответствующего лечения, сохранении дефектов питания и гиподинамии симптомокомплекс трансформируется в рак предстательной железы. Гистологическая оценка опухолевого процесса на предмет наличия локализации и плотности воспалительного инфильтрата в тканях предстательной железы за пределами ее псевдокапсулы позволила установить прогностические критерии возникновения такого морфофункционального осложнения, как стеноз без экоуритрального анастомоза после радикальной простатоктомии. Так, при количестве лимфоцитов 30 и более в поле зрения, риск развития стеноза стремился к 100%. Что касается выводов. В ходе исследования были получены достоверные данные о таких структурных компонентах основного патологического процесса, как нарушение питания, снижение уровня сывороточного тестостерона, эректильной дисфункции, повышенная возбудимость нервной системы и инфильтрация тканей предстательной железы лимфоидными клетками и фибрином. Биполярные графические модели структурных компонентов показали, что обратное развитие основного патологического процесса возможно на каждом этапе деградации предстательной железы, вплоть до радикальной простатоктомии. Однако такое обратное развитие по мере нарастания морфологических изменений становится все менее доступным. В связи с высокой вариабельностью возраста участников исследования хронологическое определение начальной точки, то есть безопасного уровня, динамики факторов риска не представилось возможным. Тем не менее, морфофункциональные опорности, это объем талии 80 см и отсутствие эректильной дисфункции, были установлены. Основные линии профилактики состояли в назначении диеты, переводящей организм в антропометрическую норму, регулярная половая жизнь, динамические упражнения мышц малого таза, то есть ходьба, бег, приседания, эстетические упражнения, обеспечивающие отток крови и лимфы из предстательной железы, и исключение физических факторов, таких как переохлаждение. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...